Торжественное собрание представителей общественности, посвященное Дню признания государственной независимости Республики Южной Осетии Российской Федерации, прошло в Государственном драматическом театре имени Коста Хитагурова. Традиционно началось с вноса государственных флагов России и Южной Осетии, а также гимнов. Президент Алан Гаглоев поздравил жителей республики с 14-летием признания Южной Осетии в качестве независимого суверенного государства, отметив, что Грузия в день начала Олимпиады вероломно напала на спящий город. В новейшей истории агрессивный сосед трижды пытался покорить Осетию с помощью оружия, прикрываясь лозунгами демократии и свободы. Враг был разгромлен. 26 августа 2008 года Россия признала государственную независимость Южной Осетии. Дорогие соотечественники, уважаемые гости республики, сегодня мы отмечаем один из самых знаменательных дней в нашей новейшей истории – День признания независимости Республики Южная Осетия Российской Федерации. Прошло 14 лет с того дня, когда стремление югостинского народа осуществилось. Российская Федерация, несмотря на мощнейшее противодействие западных стран, приняла единственное справедливое решение и 26 августа 2008 года признала Республику Южная Осетия в качестве суверенного и независимого государства. Мы получили возможность строить мирное будущее под защитой Великой России, сохранили свой язык, культуру и право жить на своей земле. С 1992 по 2008 годы длилась беспрецедентная миротворческая операция России по поддержанию мира в зоне грузиностинского конфликта. Враг был разгромлен. И уже 26 августа 2008 года Россия признала государственную независимость Южной Осетии. Наступил долгожданный мир. И мы всегда будем признательны и благодарны российскому народу, руководству Российской Федерации в лице Владимира Владимировича Путина и Дмитрия Анатольевича Медведева за это судьбоносное, спасительное для югостинского народа решение. Во время выступления президент отметил высокий вклад Алана Чочьева в деле строительства государственности Южной Осетии. После чего почтили его память минутой молчания, а также всех павших в борьбе за независимость Южной Осетии. В торжественном собрании приняли участие экс-президенты Людвиг Чиберов и Леонид Тибилов, председатели правительства и парламента, руководители ведомств, представители общественности. Президент вручил высшие государственные награды Орден Почёта главе Республики Северной Осетии Аланья Сергею Миняйло, экс-министру обороны Республики Южная Осетия Анатолию Баранкевичу и активному участнику боевых действий Руслану Балатаеву. Чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Южная Осетия Марат Кулахметов в своём выступлении подчеркнул, что действия Грузии были тщательно спланированными преступным режимом Саакашвили. В результате грузинской агрессии в первые же сутки погибли сотни мирных жителей и российские миротворцы. Был нанесён огромный ущерб инфраструктуре Цхинвала. 26 августа 2008 года сбылась многолетняя мечта остинского народа. И сегодня Южная Осетия развивается, строит будущее под мирным небом. Уважаемый Алан Эдуардович, участники торжественного мероприятия. Сегодня мы отмечаем знаменательный праздник признания Российской Федерации государственной независимости Республики Южная Осетия. В России хорошо помнят, какие сложности предшествовали этому. Что прошёл народ Южной Осетии, через какое горнило. К сожалению, сосед не захотел жить рядом, мирно, дружно с народом Южной Осетии. Развязал агрессию. Руководитель Республики Южной Осетия, парламент Республики, обратился к президенту Российской Федерации с просьбой признать. Обе палаты Федерального Собрания поддержали это решение. И 26 августа президент Российской Федерации подписал указ о признании Южной Осетии как независимого государства. Сбылись мечты и чаяния многих поколений осетин. Большие финансовые средства вкладывает Россия. Она и будет вкладывать, потому что наша основная задача, чтобы народ Южной Осетии жил так же, как Россия. И другого выхода нет. Южная Осетия должна развиваться, процветать. В каждом доме должно быть благополучие, тепло. Все дети и старики должны быть охвачены добротой, заботой. Должна развиваться экономика республики. Для этого мы предлагаем максимально большие усилия. Очень большие усилия. И, конечно, все в руках народа Южной Осетии. Глава Республики Северной Осетии Аланя Сергей Миняйло от себя лично и от жителей Северной Осетии поздравил жителей республики с праздником, назвав решение высшего руководства своевременным и взвешенным. Южная Осетия прошла трудный путь к своей независимости. Равнодушных к судьбе осетинского народа не было ни в одном уголке России. А новая страница в истории Южной Осетии началась со дня подписания независимости. Мы все с вами, в большинстве своем, здесь сидящие в зале, помнят те события, которые были или происходили в августе 2008 года. Я думаю, что равнодушных в Российской Федерации ни в одном субъекте равнодушных людей не было. Все поддерживали героический народ Южной Осетии, героический народ Абхазии. И то решение, которое было принято президентом Российской Федерации, признать независимость Южной Осетии, это решение было поддержано всеми гражданами России. От себя лично еще раз хочу сказать одно. С этого момента, с момента подписания указа о признании независимости в истории Южной Осетии началась новая страница, страница, которая дает возможность людям, жителям Южной Осетии, говорить на своем языке, жить на своей земле. Южа Генхашканам, Южатам Кубам, Юг Салбен Сарам Нахиштатан, Юг Давну Вахтой. Мы на Сарамбон Бигравод, Афон Канэн, Юриштон, Юриштон, Катсарам Салахмархэнт. Афонэй, с праздником! Сарамбон Бигравод! В торжественном собрании приняли участие делегации Кабардино-Балкарской республики, Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Республики Дагестан и Приднестровско-Молдавской республики. Также на имя президента пришло множество поздравительных телеграмм. Праздничное мероприятие продолжилось концертом.